Попросим главного судью турнира Парышева Андрея показать самую красивую комбинацию, которая упоминалась на закрытии. Самая красивая комбинация турнира против Николая Терешкова, во время Виктория Николаева на третьем ходу. У нас заняло седьмое место, 11 сентября. В партии Игорь Терешко и Виктория Николаева встретился такой вот дебют. СД4, РЖ5, ДЦ3, Е6, ЕД2, ВЦ5. И партия неожиданно закончилась очень быстро. Бой, Виктория побила вперед. Мастер спорта решил связать. Последовал ход ДЕ5. И на ход СБ4 последовал неожиданный удар. ЖФ4. После которого белым приходится сдаваться. Если белые бьют БД6, то следует ход ФЖ5. Бой, и белые снимают 4 шашки и выигрывают. Если белые бьют Е3, Е7, то следует бой Д8, Ф6. БФ4, ФЖ5. И опять черные сбивают 4 шашки. Вот такая вот красивая комбинация. Неожиданная, самая главная в дебюте. Дебютная ловушка, можно сказать. Спасибо. Аркадий Миронович, скажите, пожалуйста, несколько слов о прошедшем турнире. Да, на эти соревнования проходят через память Марата Геллера, известного белорусского мастера, очень сильного мастера. Этот турнир проход традиционный, он уже девятый по счету. В соревнованиях принимал участие очень много сильных мастеров, более гроссмейстеров в этом турнире. Много молодежи было, которые очень способны и прогрессируют своими. Турнир проходил очень по интересной системе, необычной системе, и вызвал большой интерес среди участников. Некоторые участники привели очень хорошее свое творчество, которые будут еще изучаться их партии, но не, как говорится, не на ходу, а в быстром темпе. И, словно, будут партии некоторые рассматриваться, изучаться, анализироваться. Маратом Геллер мне был знаком с детских лет. Когда я еще жил в городе Полоцке, я приезжал на соревнования, детские соревнования, мы с ним начали дружить, общаться. Впервые я вместе с ним дебютировал в чемпионате СССР среди юношей. Это было в далеком 1957-1957 году в городе Венеции, Украина. Там он стал чемпионом АСР по стоклеточным шашкам. Я также успешно выступил на обыкновенной маленькой доске в русские шашки. После этого мы переписывались с ним, играли, есть такие соревнования по переписке. Затем, когда я уже ослужил армию, я здесь в Минске остался жить. И дальше наше отношение и дружба продолжалось. На проживание длительного времени он принимал участие во многих соревнованиях. В чемпионатах СССР, даже в международных соревнованиях. Был много раз чемпионом Белоруссии. Это был очень талантливый игрок и талантливый человек. Несмотря на то, что он был очень сильный игрок шашиста, он был очень сильный математик по профессии. Его основная была профессия – это математика. В следующем году это будет уже 10-е традиционные турниры памяти его. И надеюсь, эти традиции будут продолжаться. Память о нём, конечно, у нас жива. Мы о нём вспоминаем, проводим соревнования, вспоминаем его творчество. Но это очень был талантливый человек. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...